Хей, здорово, YouTube! У микрофона Фикс! И сегодня я добавил в Майнкрафт 17 невероятно редких кирок. От обычной кирки с шансом в 100% до самой редкой, супермощной кирки с шансом в 0, 0, 0, 0, 1%. Сегодня мы с вами получим каждую из них и посмотрим, на что они вообще способны. Но, сразу скажу наперёд, с последней кирки в шоке был даже я. Чтобы начать и получить свою первую кирку, я обязан испытать свою удачу. Для этого у меня есть вот такая вот лотерея. Я нажимаю на кнопочку и мне выпадает случайная кирка. Чем круче кирка, тем меньше шанс, что она мне вообще выпадет. Поэтому давайте пожелаем мне удачи и узнаем, что же мне выпадет. Повезёт мне или нет. Так, нажму-ка я вот на эту кнопочку и... Вау, подождите, что-то прикольное. Давайте посмотрим. Эта кирка с шансом в 10%! Мне буквально повезло с первого же нажатия. Но повезло не очень сильно, ведь, как я уже сказал, там есть кирка с шансом в 0-0-0-0-0-1%. Это самая жесть. В общем, прямо сейчас я уже вижу, что эта кирка даёт мне эффект скорости ходьбы. То есть, я становлюсь быстрее. И давайте же её проверим вот на этой горе. Что она вообще умеет делать, раз она такая довольно редкая. Во-первых, курицу она убивает. Это окей. А во-вторых, копает она, ну, довольно средне по одному блоку. Возможно, у неё есть какая-то способность. Давайте проверим. Чего? Ребята, да я могу буквально превращать любые блоки в алмазы! Для обычного Майнкрафта эта кирка должна иметь редкость, я не знаю, 0-1% или что-то около того. Это же по факту бесконечное количество алмазов. Я уже нафармил 30 штук, хотя даже в шахту не залез. Что ж, окей. Эта кирка явно прикольная. Алмазы мне, конечно, не понадобятся сегодня, поэтому прощайте. Немножко, знаете, больно на них смотреть. Но ничего страшного, кирку я оставлю в своей коллекции, пускай полежит. И перед тем, как дальше крутить колесо и надеяться, что мне выпадет что-то ещё более крутое, хочу напомнить вам, что у меня есть свой мерч. Там никакие колёса крутить не надо, вы можете купить, что вам понравится. Кружки, футболки, толстовки, наклейки, браслеты, что угодно. Если вы вдруг захотите меня поддержать, то ссылочка будет в описании. А мы продолжаем. Итак, мне, пожалуйста, какую-нибудь сразу нереально крутую кирку. Кирку с шансом 1%, да, хотя бы такую. И что же это? Что это? Шанс 40%? Чего? Вы посмотрите, тут текст даже некрасивый, какой-то белый, тонкий, фу, вообще неприятный. Но при этом эта кирка, даже она выглядит довольно неплохо. Осталось только понять, что она делает. В этот раз, пожалуй, далеко уходить не буду. И мне пора бы уже сделать какую-то свою шахту здесь, что ли. Сразу вижу, что эта кирка почему-то поначалу даже круче, чем предыдущая. Она дает эффект спешки. То есть я даже грязь ломаю ей очень и очень быстро. Булыжник тоже разлетается, это неплохо. Но вопрос, какая у нее способность? Давайте проверим, нажимаем и... Ааа, я понял, почему она обычная. Вся ее способность заключается в том, что я просто ломаю несколько блоков. И в целом все. Да, теперь я точно уверен, эта кирка по-любому заслуживает своих 40%. Она фиговая. Ладненько, я думаю, хуже этой кирки мне уже ничего не выпадет. Поэтому давайте, поехали. О, что это? Шанс 2%. Нифига себе. Вы посмотрите, как она круто выглядит. Правда, я не понимаю, что это. Это какая-то инопланетная тарелка на ней, что ли? Это кирка инопланетян. И причем шансом 2%. Я собой горжусь, мне повезло. Ну-ка, возвращаемся в нашу шахту. И... Да. Из эффектов эта кирка выдает мне ночное зрение. Это вроде как и полезно, но не дает даже спешку, серьезно. Ну, я так понимаю, главная фишка этой кирки в ее способности. Давайте проверим. Нажимаю и... Что? Что происходит? Что это? Вау, подождите. Это какая-то... Это какая-то черная дыра. Стоп, все? И мне даже блоки не выпали? Ааа, вот руда осталась. Окей. Я понял смысл этой кирки. То есть я по факту могу делать это бесконечно. Давайте проверим. Вот раз, два, три. Три штуки. И они поедают все блоки вокруг. Здорово, крипер. Извини. Не хотел тебя тревожить. Ну, на самом деле, окей. Я понял, почему у этой кирки 2% шанса на выпадение. То, что она выкапывает все вокруг и оставляет руду, это, конечно, прикольно. Но я уверен, что там есть кирки, которые делают все гораздо лучше и при этом руду добывают. Вот таких вот мне как раз-таки сейчас не хватает. Поэтому не знаю, как вы, а я собираюсь еще раз крутануть колесо. И в этот раз я, пожалуй, нажму вот на эту кнопочку. Ну-ка. Что это? Вау. Вообще, на самом деле, выглядит как кирка, у которой большой шанс на выпадение. То есть не очень редкая. Давайте посмотрим. 5%? Нет, она вполне себе редкая. Правда, по внешнему виду даже непонятно, что она может делать. Крипер, крипер, отстань. Не-не-не, не надо взрываться у моего колеса фортуны. Спасибо. Если никто не против, я быстренько добуду себе покушать. А то он совсем забыл. Привет, попугайчик. И давайте, наконец, проверим, что делает эта кирка шансом в 5%. Я вот не представляю. Выглядит она как какая-то лавовая. И... Чего? Вау. Подождите, я понял. Это как та алмазная кирка, которая выдавала мне бесконечные алмазы. Только здесь у меня бесконечный незерит. Ладно, кирка, как обычно, себя оправдала. Отправляешься дальше. В обычном выживании такие кирки, вы знаете, очень-очень пригодились. Потому что ты бы мог дойти до алмазов и незеритов буквально за пару секунд. Ладно, бог удачи. Я насмотрелся на обычные и более-менее крутые кирки. Дай мне что-нибудь жесткое. Поехали. Эм... Это выглядит жестко. Давайте посмотрим. Шанс 20%. Блин, это хуже, чем предыдущие две кирки. Но выглядит она при этом довольно неплохо. Ладно, давайте просто быстренько посмотрим, что она делает. Я уверен, ничего особенно крутого. Поэтому, оп-оп-оп, копает она довольно обычно. А способность это получение золота. Вот в чем фишка. Ну, знаете, это реально довольно средняя кирка. Если использовать ее, чтобы набрать золото и пойти торговаться с пиглями в аду, то неплохо. А в целом, больше ни для чего она не нужна. Поэтому я ее даже выкину. Прощай, кирочка. Да, кстати, я забыл вам сказать. Самое приятное, что какие бы кирки мне не выпали, например, кирка с шансом в 40%, повторно она выпасть мне не может. Поэтому, по идее, с каждым разом у меня все больше шансов выбить самые редкие кирки. Поэтому давайте же посмотрим, что выпадет мне теперь. 40% уже точно не будет. 25% и сколько там еще было? 2% тоже нет. И, пожалуйста, бог рандома. Так, выглядит это как варден? Или что? Подождите, это реально выглядит как варден. Какой это шанс? 0,5%! Мне падало 2%, а это 0,5%. Вау, это в 4 раза реже. Эта кирка должна делать что-то невероятное. Иначе, я не знаю, 0,5%. Вы представляете, какой это вообще шанс? Примерно такой же, как если бы я посреди этого ролика просто внезапно начал читать рэп. И только позже на штанах, да в жилетках, сапогах, с пастой куточкой в руках. Ладно, так, давайте посмотрим, что она вообще делает. По идее, это должна быть реально крутая кирка. Мне бы сделать себе лестницу какую-то отсюда, а то потом просто не поднимусь наверх. И давай, удиви меня. Оно дает ночное зрение, копает оно обычно. А способность это... Чего? Это удар просто? Оно не копает? А, нет, оно копает, смотрите. Это типа звуковой удар вардена, который еще и копает. Правда, я не понимаю, с каким шансом. По всей видимости, я должен стоять вплотную, чтобы оно все вскапывало. Вау, это приятно. Вы смотрите, какая огромная площадь. Я выкопал уже дофига. Ладно, 0,5% оправданное. Я теперь даже не представляю, что там делают кирки, у которых шансы упадения 0,01%, 0,001% и так далее. Но эта кирка по-любому заслужила свое место в моем инвентаре. Итак, бог случайности, удиви. Ты меня уже удивил тем, что мне так много раз повезло. Но в этот раз, пожалуйста, не сдавай позиции. Поехали. Так, что это? Тоже какая-то алмазная кирка, я не знаю. Посмотрим. Шанс 0,1%. Подождите, что? Мне до этого выпала кирка шанс 0,5%, а теперь 0,1%. Я даже не знаю, с чем сейчас сравнить этот шанс. Это примерно как если бы видео выключилось прямо сейчас. Так, ладно, способность этой кирки должна реально удивить, потому что 0,1% шанс у нас такого еще не было. Ну, в принципе, очевидно, что у нас такого еще не было, но все-таки. Она тоже дает мне видимость в ночи, то есть если я ее убираю, то тут темно. Хм, удивительно. Но вот какая у нее способность, я честно даже не знаю. Теперь знаю. То есть, подождите, я нажимаю, и оно ломает для меня блоки. Ой, ой, что произошло? Фига, я вижу все, я как рыба стал. Я вижу на 360 градусов, если кто-то подойдет слева, справа, я сразу хоп-хоп. Ладно, если серьезно, то мне что-то даже плохо немножко. Ну, короче, весь прикол этой кирки в том, что она выдает мне эффекты, по типу прыжка, например, и вскапывает блоки за меня. Окей, прикольно. Прикольно, но не то, чтобы прям вау. Я бы не сказал, что шанс ее выпадения должен быть 0,1%. Я думаю, поменьше. Ладно, я уверен, что теперь, раз мне так везло, все это время мне выпадет что-то похуже, наверное. Давайте проверим. Итак, это какая-то вообще не кирка, а коса. Выглядит интересно. А шанс какой? 0,05%. Серьезно? 0,05% это в два раза реже, чем то, что мне выпало до этого. А до этого мне выпал 0,1%. Ладно, меня такое устраивает. Меня такое вправду устраивает. По эффектам опять только ночное зрение. Копает она опять просто нормально. А способность у нее это... Ааа, я понял. Помните эту кирку с шансом в 0,1% по-моему, да? Она ломала просто один ряд блоков перед собой. Который еще кирка вардена. Прошлое ломало все вот так вот. То есть территория побольше, но все-таки не такая большая. А это теперь разрушает вообще все. Я буквально могу сделать себе теперь полноценную лестницу. И даже ни о чем не париться. Вы просто зацените. Я без особого труда сделал себе идеальную лестницу в шахту. Мне теперь не нужно с чем-то там мучиться. Буду просто приходить вот сюда и заходить. Что ж, если нужно выкопать гигантскую территорию, эта кирка с шансом 0,05% справляется на ура. Ну, не знаю. Теперь как будто мне уже должно не так сильно повезти. Потому что мне и так везло до этого чего? Это кирка Таноса или что? Смотри, тут как будто камни бесконечности. Но на самом деле нет. Я так понимаю, что это просто какие-то драгоценные камни. Сразу вижу, что она дает уже три эффекта. Скорость. Полет. Чего она дает полет? Восстановление здоровья и ночное зрение. Какой у тебя шанс вообще? Подожди. 1%? Как 1%? Она такая крутая. Так, я явно что-то не понимаю. Я с ней буквально могу летать. Ладно, может быть она копает плохо или что-то в этом духе. Давайте проверим способность. Вау. Ааа, ребята, я понял в чем смысл этой кирки. Эта кирка объединяет в себе все кирки до этого, которые выдавали мне алмазы, незерит, золото. Правда, здесь прибавляется еще и изумруды. О, отвалите от меня, мобы плохие. Но, как по мне, ее способность даже не самая главная. Я могу летать с ней буквально. Вот это меня реально удивляет. Причем можно ее убирать, оп, подбирать и все равно умирать. Ладно, поехали смотреть на следующую кирку. И следующая кирка это... Чего? Мне сейчас дали столько эффектов, вы вообще это видите? Они даже в один стоп не помещаются. Какой у тебя шанс вообще? 0,2%. Хм. Это не самое редкое, что мне падало. Но, тем не менее, это довольно редкая кирка. И, честно говоря, я даже не догадываюсь, что она вообще будет делать. Она... А, что? Я думал, она сначала ничего не делает, а она выбила мне незеритовую кирасу. На внимание, защита 4, шипы 3, неразрушаемость 3 и починку 1. По-любому беру. Наверное, я еще что-то могу выбить. Не только же... Да, штанишки, конечно. Надеваем, по-любому. Дальше лопата выпала. Но это мне уже не надо сегодня. Че тут еще? Еще штанишки. Топор. Короче, я так понимаю, выпасть вообще может все, что угодно. Главное, что зачарованное и незеритовое. Но копает она при этом плохо. То есть, со своими прямыми обязанностями не справляется. Поэтому, прощай, кирка. И прощай все ненужное незеритовое шматье. Думаю, теперь, когда мы выбили почти все самое редкое, но при этом не очень, нам будут падать более прикольные кирки. И давайте попробуем. Что у нас? Воу, воу, даже кром слышали? Ну, это выглядит пафосно. Че, по шансам? 0,02%. Ага, это самое редкое, что я выбивал. И пока что даже не знаю, что оно будет делать. По эффектам хуже, чем у прошлой кирки. Но, тем не менее, давайте проверим. Копает она, как обычно, так себе. А вот способность это... Вау! Способность это пускать лавовые шары. Точнее, лавовые кубы. Мы же в Майнкрафт играем все-таки. Но, блин, это очень плохо, чтобы копать. Оно же все поджигает. Вы посмотрите. Как я вообще должен добывать какие-то ресурсы по типу угля? Оно все сгорает, пока летит на землю. Ну, ладно. Как оружие эта кирка, возможно, сработает. Но, как кирка, эта кирка плоха. В этот раз я надеюсь на что-то покруче. Потому что вот это меня реально разочаровало. Ой-ой-ой. А, так у меня броня крутая, бро. Че ты делаешь? Ты сам умираешь от меня. Ты в курсе вообще? Давай-давай, ладно-ладно. Давай-давай-давай. Молодец. Добился своего. Короче, да. Эта кирка меня не устроила. И я надеюсь, что выпадет что-то более жесткое. Пожалуйста. О, что это? Так, на этой кирке пафосно нарисован дракон. Эффекты на урон, защиту и ночное зрение. Давайте поспо... Чего? Шанс 0-0-0-1 процент. Этот шанс равняется примерно, я не знаю, вторжению инопланетян на землю. Или что-то в этом духе. Эта кирка должна делать что-то невероятное. Я прям уверен, что-то... Я как будто даже в шахту не должен спускаться, чтобы ее проверить. Вот прям отсюда давайте. Оп. Чего? Она пускает эндер дракона, который летит и взрывается. И он причем даже наносит урон, как я понимаю. Да, смотрите, скелеты умирают. Но не особо охотно, но умирают. И при этом, я как вижу, блоки не уничтожаются после взрыва. Окей. А копает она? А копает она тоже обычно. Короче, ладно. Эта кирка по-любому прикольная. С ней в обычной игре можно устроить реальную такую замуту. И причем, как я понимаю, с ней корова умереть должна с одного удара. Отлично. Для меня самое то. Но, тем не менее, мне теперь даже еще больше интересно стало, что там есть еще. Давайте продолжать. Новая кирочка снова молния бьет. И выглядит она в этот раз как... Как что? Как просто кирка какая-то с шипом на конце? Пока не очень понятно. Но шанс выпадения у нее 0, 0, 0, 5%. То есть она в 5 раз чаще выпадает, чем прошлое. Но все равно, как будто она должна делать тоже что-то крутое. Например, давать полет, да. Это по-любому она должна делать. Теперь попробуем способность. И... Подождите, что происходит? Она просто... Аааа, нет, смотрите, я кидаю ее. Я кидаюсь этой киркой, она летит и уничтожает все на своем пути. Ну, честно говоря, дракон был покруче. Конечно, оно и понятно, он и пореже. Но вот эта кирка мне зашла не очень сильно. Конечно, в сравнении с предыдущими, да, она крутая. Но по сравнению с тем, что мы видели буквально пару секунд назад... Нет, нет, среднячок, выкину ее. Машина удачи, лотерейный босс, отец вероятностей. Давай, удиви меня в этот раз, пожалуйста. Ну, хотя бы сейчас. Вау, это красивая кирка. Это какой-то эндермен, при этом коса, что-то непонятное. Шанс у нее 0-0-0-2 процента. То есть она что-то между прошлой киркой и позапрошлой. Эффектов она, кстати, не дает вообще никаких. Это сразу минус. Но что же она тогда делает? Давайте проверим. Ау, смотрите, она стреляет. И стреляет причем какой-то черной эссенции. Я не очень понимаю, что это. Видимо, энергия пустоты. А, нет, это обсидиан. Если замедлить, то на секунду будет видно, что это реально обсидиан. Ну, короче, опять же, это что-то по типу того дракона. Потому что и по шансам примерно то же самое. И копает, оно и взрывает очень-очень далеко. И в бою, и в шахте будет полезно. Но мы все-таки примерно такое уже видели. Мне нужно что-то еще более крутое. Ее я тоже выкину. Эффектов она не дает. Поэтому пока. И давайте. Крутим колесо. И мне падает... Не кирка вообще? Что это? Это оружие какое-то? Это какая-то пила. А, причем эффектов она тоже не дает. Ничего она не делает. Давайте попробуем воспользоваться. Вау. Вау. Смотрите, как это работает. Я раскидываю 4 пилы совершенно в разном направлении. Я могу бесконечно это делать. И как это красиво выглядит. Вот эта кирка точно неплохая. Блин, как круто. Смотрите. Это можно делать бесконечно. Очень много пил вылетает. И они не только блоки добывают, но еще и мобов пилят. Это класс. У меня даже начало немножко подлагивать от количества блоков здесь. Ну, ладно. Ее я по-любому оставлю. И вот, судя по тому, что я уже выбил, у меня сейчас реально стойкое ощущение, что теперь осталось только самое невероятное. Давайте же проверим. Итак, мне упала какая-то массивная зверюга. Кирка реально здоровая. Что, по шансам? Ха! 0, 0, 0, 0, 1 процент. Ого. Я даже не уверен, последняя ли это кирка, самая ли она редкая. Возможно, есть еще что-то более жесткое. Но давайте просто посмотрим, что делает это. Во-первых, она мне постоянно дает эффект супер-высокого прыжка. Полет она не дает. Это минус. А ее эффект это... Вроде ничего не происходит. Может быть, надо на блок нажать. Да, 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 нет, не умирать. Тихо, аккуратно. Подождите. Что, я ее чуть-чуть не очень понимаю. Она просто уничтожает местность. Да, она уничтожает все. Даже руду и блоки все уничтожает. Но при этом хочу подметить, что мне вообще ничего не падает. Почему настолько редкая кирка настолько нифига не делает? Как будто, знаете, она просто для строительства. Типа, берешь и ровную территорию себе фигачишь. Ну, ладно, допустим. Я буду сейчас надеяться, что это банально была не самая последняя, не самая редкая кирка. Не будем медлить, просто сразу крутим колесо. И мне выпадает какая-то невероятно красивая кирка. Как будто кирка края. Ладно, я морально готов к тому, что это реально что-то редкое. Давайте посмотрим. Шанс 0, 0, 0, 0, 0, 1%. Вот это, мне кажется, уже точно самая редкая кирка. Давайте для теста еще раз нажму. И все, оно не работает. Мне больше ничего не падает. А это означает только одно. Эта кирка самая крутая. Она, я вижу, сразу дает мне полет, дает мне скорость. И в целом все, что мне нужно для комфортной игры. Но вопрос, что же она такого делает, что заслужила такую редкость? Так, вот я вижу вот это место. Давайте нажмем и... Чего? Что? Я сейчас выпустил. Я выпускаю эндер драконов! То есть, это, понимаете, это как та самая прошлая кирка дракона, которая тоже была очень редкая. Но при этом дракон не взрывается и разносит маленькую область. А он буквально не уничтожается. Он пролетает очень и очень далеко. Я могу делать это бесконечно, потому что прочность у кирки банально не тратится. И давайте, мне даже интересно, смогу ли я с этой киркой вообще проломить бедрок. Я сейчас очень глубоко нахожусь. Проламываем дальше. Драконы позволяют в огромном количестве. Вот бедрок. И... Нет, они его не проламывают. В принципе, с какой-то стороны это даже плюс. Потому что это означает только то, что я не провалюсь случайно под бедрок. Чего бы мне очень-очень не хотелось. И что я могу сказать, ребята? Эта кирка реально крутая. Что ж, вот и все. Мы выбили самую редкую кирку. Прокопали невероятную дыру аж до бедрока. И теперь я буквально могу летать и выпускать эндер-драконов из своей кирочки. Надеюсь, вам понравилось данное видео. И вы поставите лайк и подпишитесь на канал. А на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. У микрофона был фикс. Всем пока. А знаете, что реже, чем шанс в 0-0-0-0-0-0-0-0-1 процент? То, что вы и правда поставите лайк и подпишитесь на канал. Спасибо. Продолжение следует.